Хавейл, один из немногих представленных в России брендов, демонстрирующих рост продаж даже в условиях коронавирусных ограничений, с января по сентябрь в России продали 11 647 новых автомобилей этой марки, а в конце сентября китайцы заключили долгожданный специнвест-контракт с Минпромторгом РФ и правительством Тульской области. На данный момент модельная линейка Хавейл в России состоит из двух кроссоверов, F7, F7X и двух рамных внедорожников, H5 и H9, собираемых на заводе в Тульской области. Однако уже в конце октября в дилерские центры поступит еще одна модель, причем под материнским брендом Great Wall, а точнее, Great Wall Motor. Ею станет новый пикап Gwem Wings 7, на первых порах представленный в единственной длиннобазной версии Comfort с двухрядной кабиной. По словам Жерома, сего в Хавейл нацелились на практически пустующий рыночный сегмент между пикапами от Оаза и Митсубиси, стоимость новинки составит 1 749 000 рублей. Пикап будет оснащаться двухлитровым 143-сильным турбодизелем в сочетании с шестиступенчатой механикой и полноприводной трансмиссией с раздаточной коробкой Borg Warner с понижающей передачей и принудительной блокировкой заднего дифференциала. В списке оснащения значатся 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, электропривод и обогрев наружных зеркал, мультифункциональный руль с кожаной отделкой и ряд других опций. Также господин Сего рассказал, что на российском заводе запущена вторая линия для производства внедорожника Хавейл H5, спрос на который сегодня опережает предложение. Однако о расширении модификации линейки этой модели речь, к сожалению, не идет. Также без подтверждения остались слухи о возможной локализации в России новых поколений внедорожника H5 и кроссовера H6. Но с учетом озвученных планов о выводе на наш рынок в течение ближайших пяти лет не менее пяти новых моделей вкупе с курсом на производство высокотехнологичных продуктов шансы на появление в продаже обеих машин представляются высокими. Будет расширяться и дилерская сеть Хавейл. На сегодня в ней 91 официальный центр, самый восточный из которых находится в Иркутске. Однако уже в следующем году в планах китайцев открыть салоны как минимум в Хабаровске и Владивостоке. Ну а на 2022 год намечено открытие собственного российского завода двигателей. Продолжение следует...